Всем привет, с вами Александр и Македа Про, самый откровенный SEO-блог. Сегодня у нас ролик посвящен must-have-плагинам или плагинам WordPress. Сегодня я решил поднять такую тему, как плагины, которые необходимо устанавливать сразу после установки завершения WordPress, непосредственно самого движка. Ну и решил, соответственно, эту информацию поделиться с вами. Я подготовил вот такой вот небольшой скрин, это такие вот в папочке у меня есть плагины для того, чтобы забрасывать их на новые сайты, без всяких соплей, чтобы это все было быстро, готово, установил, они обновились. Либо перед глазами хотя бы какую-то информацию иметь для того, чтобы забрасывать эти, помнить эти названия, закидывать эти плагины и ничего не забыть для того, чтобы добавить. Ну давайте начнем сначала, давайте начнем с Акисмета. Акисмет такая вещь, которая может понадобиться, может не понадобиться. Это плагин, который защищает наш блог от спам-комментариев. И, соответственно, он идет сразу в дистрибутиве в WordPress. Такой вот нужный вариант. Ну для того, чтобы Акисмет заработал, его нужно не просто установить и активировать, еще нужно его зарегистрировать, получить API. То есть это делается несложно. Здесь будет ссылочка с переходом в настройки. После активации Акисмет, Акисмет Антиспам активировали, перешли непосредственно в настройки, в параметры. Там будет кнопка большая и синяя. Переходите по этой кнопке, попадаете на страницу регистрации, регистрируетесь. Выбираете себе базовый пакет обслуживания Акисмет. И, соответственно, это стоит 0-0 долларов, как физическому лицу, не юридическому. Базовый пакет, тупо защита от спама и больше ничего. И все, вы получаете вот такой вот API-ключ. У вас будет свой. Сюда вставляете его, сохраняете изменения. И все, до свидания. Теперь у вас комментарии от спама фильтруются. И для того, чтобы какой-нибудь хороший комментарий не попал в спам, в комментарии, вы просто время от времени делаете это так, как делаю я. Посматривайте. Потому что ничего доброго, еще может хороший комментарий какой-то попасть. Одно дело, когда этот комментарий пишется комментатором уже известным. И пишется уже второй, третий, четвертый, пятый комментатор этим автором. А другое дело, если человек написал комментарий, да ему еще сгрело в голову, всунуть туда ссылку. Одно дело, когда ссылка какая-нибудь вредная, не очень полезная, и этим занимаются спамеры. А другое дело, когда эта ссылка реально нужна, и может быть кому-нибудь пригодится. И вот ее в спам отправляет Экисмет. Дело дрянь, конечно, но надо папочку спам иногда посматривать и выдергивать оттуда. Это бывает, что, допустим, из 20-30 комментариев, которые находятся в папке спам, 1-2 бывают нормальных, абсолютных. И люди без злого умысла размещают там какую-то ссылку, для того, чтобы что-то показать, доказать, объяснить. Ну и, соответственно, случайно попадают туда. Не хотите Экисмет ставить, не хотите пользоваться родной вертпрессовской формой комментариев, устанавливайте дискасс, устанавливайте ВП дискасс. Об этом есть материал в моем блоге, целая статья по плагину ВП дискасс. Какой нравится, не путайте ВП дискасс в конце Z и вот это вот сервис сторонний дискасс. Тоже хорошая вещь, можете пользоваться дискассом, можете пользоваться ВП дискасс. Ну, захотите, найдете в моем блоге, ссылку на свой блог на Македа.pro я оставлю под этим видео. Захотите, пожалуйста, устанавливайте ВП дискасс, там есть отличное подключение, social login, плагин подключается для авторизации через социальные сети. Все будет классно, люди будут писать комментарии через ВКонтакте, через Фейсбук. Эти комментарии будут видны у них на странице, то есть, соответственно, вы улучшаете свои поведенческие социальные сигналы. Круто, естественно, круто. Так, погнали дальше. Идем дальше, значит, с Акисметом мы разобрались. Ну, дальше, Хитяра, All-in-One, Сеопа, кто-то любит Йост, кто-то любит и рассказывает о том, что там куча дополнительных возможностей, вот эти вот все мета-шмета, боксы и всякое такое прочее. Ребят, скажу следующее, если хотите работать с Йостом, работайте, пожалуйста. Тем более, там, для новичков это отличный плагин. Для тех, кто уже с опытом и кто прекрасно знает, о чем он пишет, как он что вписывает, какие ключевые слова, куда и зачем это нужно. Ну, я, например, пользуюсь All-in-One, Сеопак. Дело не в том, что я такой крутой парень и у меня какой-то там опыт, не буду выражаться, большой. И я что-то знаю, чего-то не знаю. Но Йост меня подвел в один прекрасный момент, когда в 2013, по-моему, или 2014, в 2013 или 2012 году он просто взял и поломался. У меня стояла премиальная версия, прошка стояла. Она взяла, поломалась. И у меня сайт просто с 500 материалами просто вылетел из поиска. Плюс, кроме этого, он вылетел, потом он влетал ракальски непонятно как со всеми метатегами, с закрытыми от индекса страницами. И я просто зарекся. После этого я сказал, что никаких больше скидок, плюшек и прочего дерьма я этим плагином пользоваться не буду. И не уговаривайте. Я пользуюсь бесплатным All-in-One, Сеопак. Если мне прижмет, я куплю себе прошку и не буду парить мозги ни себе, ни людям. У All-in-One, Сеопак не было ни одного вылета, не было ни одной проблемы. У Йоста были. Поэтому я этот плагин чисто принципиально никуда не устанавливаю. Я им не пользуюсь и нафиг он мне нужен. Значит, что касается того же самого All-in-One, Сеопак, дорогие товарищи. Нужно установить, идем в плагин и добавить новый. Ничего, что я буду говорить плагин. Потому что я пытался говорить плагин, но за эти годы я привык говорить плагин. Поэтому говорить плагин...